здравствуйте дорогие друзья с вами Игорь прудников и его арбалетная поляна сегодня мы хотим вам показать возможную охоту на кабана кабан завидный охотничий трофей он обладает великолепным чутьем неплохим слухом посредственным зрением при этом он очень расчетлив и умен ну в основном на кабана охотятся загоном либо с вышек на подкормке но самый захватывающий способ я считаю это самотопом и один на один это самое честное по отношению к зверю и самая почетная для охотника охота а если в руках охотника не ружье а лук то такая охота превращается в эксклюзив тем более что у охотника есть только один выстрел то есть одна стрела 2 выстрела зверь не позволит сделать если стрела попадет в килл зону кабан будет добыт на сто процентов и этим выстрелом охотник будет гордиться всю свою жизнь днем кабане семьи отлеживается в крепких так называемых местах где их никто не беспокоит а с наступлением сумерек начинают двигаться в сторону кормовых мест вот такой переход его личную тропинку и надо будет разыскать кабане переход одно из мест где его можно подкараулить кроме этого кабана можно встретить у водопоя либо купальне одно из основных правил для стопроцентного точного попадания дистанция должна быть 20 25 метров повторюсь 20 25 ближе к осени кабани выводки начинают бродить по угодьям причем подсвинки дерутся издают такой шум иногда что в тихую погоду их слышно за 100 за 150 метров ну лично мне нередко удавалось услышать выводок и подойти к семье буквально на 15-20 метров вместе с полосатиками подрастающими всегда пасутся уже прошлогодние подросшие кабанчики вот они-то и представляют наибольший интерес здорово выручает бинокль бесшумная маскировочная одежда удобная обувь и ветер навстречу это я имею ввиду подход и так увидев тропу набитую кабанами необходимо спад ветра найти подходящее место для засады куст дерево кучу коряк выворотень засада должна быть повторюсь в 20 25 метрах от тропинки ни в коем случае нельзя пересекать или топтаться на тропе чтобы не оставить свой запах кабан очень нюхливый время прохода кабанов на кормежку может быть от 16 часов до глубоких сумерек тут уже должно работать ваше терпение необходимо знать как работает охотничья стрела воздействие стрелы с охотничьим наконечником кардинально отличается от действия по зверю пули или картечи пуля убивает за счет своей кинетической энергии животное погибает от болевого шока и травматического воздействия режущие кромки лезвий охотничьего наконечника пробивают и разрезают жизненно важные органы и артерии что вызывает большую и быструю кровопотерю животное не получает мощного удара ощущает легкий укол а потом быстро засыпает от потери кровяного давления что происходит почти безболезненно я считаю что это наиболее гуманный способ добычи по отношению к звери к тому же при попадании пули в животное зверь сильно пугается и происходит огромный выброс адреналина в кровь что сильно портит вкусовые качества мяса при выстреле из лука такого не происходит ну вот друзья охота с луком на кабана не так сложна как кажется главное большое желание и немного упорства дорогу осилит идущий и все получится присылайте лайки задавайте вопросы всегда рад ответить и до свидания